в эфире программа кто в доме хозяин все что нужно и важно знать о жилищной коммунальной сфере сегодня в нашем выпуске вместо гаражей автомойки детский садик программа кто в доме хозяин узнала перспективы застройки двора возле домов на улице ташкентской самара приводит себя в порядок вместе с жителями областного центра в субботнике принял участие глава администрации города как благоустраивают дворы самарских тсж как работают домах которыми руководят советы наша съемочная группа оценила масштабы гагаринского субботника в редакцию программы кто в доме хозяин обратили жители домов номер 114 и 116 что на улице ташкентской буквально пару лет назад сообщили они у них в рамках программы двор в которой мы живем появилась детская площадка теперь на ней проводят свой досуг дети сразу нескольких близлежащих домов теперь на ней проводят свой досуг дети сразу нескольких близлежащих домов однако в начале апреля во дворе их домов появились неизвестные граждане которые сообщили что совсем скоро возле дома начнется строительство автомойки жителям сообщили что детская площадка попадает зону отчуждения и фактически будет уничтожено. Мы попросили прокомментировать ситуацию представителей районных властей. О строительстве автомойки у нас нет никакой информации. На данной территории планируется строительство детского сада. Земельный участок принадлежит направить постоянному бессрочному пользу департаменту градостроительства городского округа Самара. Во исполнение указа президента на территории Самарской области разработаны программы, планы мероприятий по обеспечению 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Администрация городского округа Самара разработана муниципальная программа обеспечения доступности дошкольного образования. В рамках этой программы ведется работа по организации строительства детского сада на земельном участке по улице Ташкентской в районе жилых домов 112, 114, 116. Весна окончательно вступила в свои права. А это значит, что города, очнувшись от зимней спячки, начинают приводить себя в порядок. В Гагаринском субботнике, который по традиции проходит в Самаре в канун Дня космонавтики, приняли участие около 30 тысяч человек. Привести в порядок после зимы парки, скверы и дворы вышли не только сотрудники управляющих компаний, городских служб, но и простые горожане, а также первые лица города. Участие в субботнике для главы администрации Самары началось с общения с жителями дома номер 62, что на улице Красноармейской. Жилое здание архитектора Салоникиди признано объектом культурного наследия. В ближайшее время тут планируют провести капитальные ремонты, обновить фасад. Зашла речь о предстоящей масштабной реконструкции скверика перед бывшим домом Красной Армии, в котором жили офицеры Привозского военного округа. Просьба тогда, чтобы жалоб не было, что вот сносят там магазины, к которым привыкли. Мы тогда будем разговаривать с предпринимателем, искать для них другие варианты. 70-80% за. А по парку поможем, а мы лавочки привезем здесь и поможем на благоустроить. Глава городской администрации внес и свой личный вклад в благоустройство скверика, собственноручно посадив здесь несколько деревьев, а затем рассказал, как Самара преображается после очередной зимы. Половина городских территорий расчищены. Какие-то виды работ, ну кроме традиционной уборки листвы, накопившегося мусора, побелки деревьев, мы ставим задачу и покраска, значит, палисадников, покраска дорожных ограждений, покраска малых форм, ремонт урн, приведение в порядок, может быть, тех элементов, на которые мы никогда раньше внимания не обращали, накатившиеся заборчики какие-то, да, там, может быть, опиловка деревьев более тщательная, более аккуратная, вырезка старых деревьев. Вот это задача, которую необходимо все вместе решать. На протяжении многих лет не выделялось достаточно денег для уборки города. Сейчас ситуация изменилась, губернатор ставит задачу наведения порядка в качестве своих приоритетных задач, и мы в этом плане очень активно вместе работаем. Особое внимание, по словам главы города, в этом году уделят эстетическому облику областного центра. В рамках программы «Цветущая Самара» в городе высадят в полтора раза больше цветов, чем в прошлом году. Участие в ней смогут принять и представители малого и среднего бизнеса, желающие установить у своего магазина цветочные кашпо или разбить клумбы. В месячнике по благоустройству, который по традиции проводится в апреле, принимают участие не только чиновники, работники городских служб и управляющих компаний. Для многих ТСЖ такие субботники стали уже доброй традицией. Товарищество собственников жилья «Крейсер», расположенное на самой окраине Самары, одно из них. Деревьев, ничего не было здесь, вообще ничего. Ее муж, мой муж, мы все сажали вот эти все цветы сами. Здесь и абрикосы, здесь и все фруктовые деревья, там малина. Еще какие у нас? Вишня. Все, все, это все. А вот как мы пришли, здесь был камешки, гравит, что же называется. Мы землю таскали, натаскали землю, все это сделали. И видите, порядок у нас. Здесь и цветы сажаем, и тюльпаны, и эти гладиолусы, пионы. Исключительно своими силами группа пенсионеров, членов товарищества собственников жилья «Крейсер» превратила каменистый пустырь возле своего дома, который стоит на юго-восточной окраине Самары, в роскошный мини-садик с фруктовыми деревьями и цветами. На субботники жильцы в порядок приводят не только садик, но и всю придомовую территорию товарищества. Кто-то красит бордюры, оградки, элементы детской площадки. Кто-то убирается во дворе. Председатель товарищества Наталья Викторовна Попова не только руководит процессом, но и сама активно участвует в уборке родного двора. Каждый год костяк определенные люди, одни и те же в основном, выходят, находят время, и спасибо им, что они сначала у них общественные, хотя, ну как общественные, это же наш дом, это наше общее имущество. Вот, находят время, потом уже занимаются своими делами. Хотя, конечно, в субботу у женщины, у мужчин там дача, у женщин уборка, ну вот, спасибо, нашли время для своего дома. За 10 лет ТСЖ «Крейсер» выходы на субботник стали доброй традицией. Погода хорошая, поэтому работа тоже хорошая. Жаль, только мало вышло людей. У людей свои субботники на работе. Вот у меня внуки бы вышли, но у них в школе субботник. Но дети сейчас выйдут, дочь и зять. Но мы уже тут давно потихоньку трудимся. Надо же в порядок приводить. Тем паче я люблю, когда красиво. Дворник товарищества Николай Павлович Королев сам живет в ТСЖ «Крейсер». Говорит, что ему очень повезло. Ведь благодаря неравнодушным и активным соседям, двор товарищества – один из самых чистых и благоустроенных в районе. Я просто общаюсь еще и со многими другими людьми, которые работают в других дворах. Нам все завидуют. Скажем так, двор у нас, в отличие от других, скажу одно, нехай от других, как говорится, один из чистых. Потому что у нас, скажем так, двор небольшой, но жильцы, скажем, подписанно относятся, чем в других местах, мне так кажется. Хотя, в принципе, везде люди одинаковые. Вот. Не хочу плохо говорить, но у нас чистенько всегда. И, кстати, по примеру всей Самары в ТСЖ «Крейсер» решили не ограничивать субботник одним днем. На приведение придомовой территории в порядок после зимы с ее снегопадами и морозами здесь решили отвезти две недели. Традиционно каждый год мы выходим на субботник, но на самом деле мы уже неделю как бы выходим каждый день. Отдельные люди не могут, например, в субботу у них дача, и они поэтому уже неделю. И где-то неделю после субботника тоже мы там оставляем ключи операторам. И если кто-то имеет желание, они приходят там где-то подкрасить, где-то еще там что-то убрать. Ну, как бы работы всегда всем хватает. Наверное, поэтому приходить в этот уютный дворик на окраине Самары всегда приятно, а покидать его не хочется. От жильцов ТСЖ не отстают и жители домов, которыми руководят советы. Съемочная группа программы «Кто в доме хозяин» оценила, с каким настроением на субботник вышли жители дома номер 9, что на улице Нового вокзальной. Кто-то сажает в импровизированные кашпо луковички тюльпанов, кто-то работает граблями, а вот Сергей Петрович на субботник вышел со своей бензопилой. Такой работы, говорит он, после зимы тоже хватает. Бабулькам пенек надо выровнять, там лишнее спилить, там бывает молодежь бутылки ставит, например. Ну, сделаю так, чтобы меньше было соблазна бутылки всякие ставить, все, бабулькам место сесть, все, так. Ну и где-то вот эти кое-какие деревья подпилю, где сухие ветки. В дом номер 9 Сергей Петрович заселился недавно, но местную традицию выходить на субботник поддержал сразу. Убираться в этом доме выходит целыми династиями. Да и Сергей Петрович, как выяснилось, не единственный мужчина, который погожим субботним деньком вышел привести в порядок двор, в котором живет. Вы вот поддерживаете, я вижу, работаете. Целиком и полностью. Частоты хочется. Хочется, чтобы во дворе все было пристойно, чтобы был порядок кругом. Убрать мусор, который накопился. Есть граждане несознательные, кидают все, что не попадает. Бутылка, окурок. А за год накапливается очень много. Поэтому хотелось бы привести в порядок свой собственный двор. Хотелось бы и город, но нас не хватит на все. Поэтому надеемся на таких же энтузиастов, кто в своих дворах приберется. Коммунальщики, надеюсь, сделают это на улицах. Ну и город будет чистым. Да и человек, который хоть раз примет участие в субботнике, считая в доме номер 9, сам тоже станет меньше мусорить. Чтобы люди понимали, что вот эта грязь вокруг них, она понижает, что ли, их уровень. Сегодня бросил один окурок, завтра не донес мусор до помойки, послезавтра ты живешь в полном свинстве. Поэтому я считаю, что каждый человек, кто принимает участие в субботнике, в будущем он будет заботиться о поддержании чистота в своем дворе и в городе, на улицах, в автобусах. Ну, короче, везде, где только можно не насвинять, а мусор в определенное место выкинуть. Главным организатором субботника в доме является председатель его совета Валентина Алексеевна Попова. Она и людей организовала и с управляющей компанией об инструменте договорилась. Каждый год в субботник, и даже раньше в этом году мы вышли, уже на ту субботу мы выходили уже без субботника. Все, мы начали уже убирать. Они просто люди, которые понимают, что мы это делаем для себя. Никто нам не придет, не помоет, не почистит, не посадит и не порьет. Если чистоту и порядок во дворе жильцы могут навести самостоятельно, то в некоторых вещах им требуется помощь. Одну из таких просьб Валентина Алексеевна озвучила через нашу программу. Жители мои хотят, чтобы нам усилили нашу детскую площадку. Они уже выросли. Пока мы просили, нам поставили, но они уже большие стали. Нам нужны еще дополнительные элементы. Мы просим, ходим, пока, говорят, нет финансовой возможности. Но мы надеемся, что они нас услышат, увидят, что люди пока ходят, верят, готовы помогать во всем, чтобы они нам тоже помогли. Второй общегородской день чистоты в Самаре назначен на 23 апреля. Программа «Кто в доме хозяин» обязательно продолжит рассказывать о том, как жители города и области наводят порядок в своих дворах. Программа «Кто в доме хозяин» продолжает следить за ситуацией в жилищно-коммунальной сфере. Если у вас есть вопросы к нашим экспертам, если вы не можете достучаться до своей управляющей компании или недовольной работой ТСЖ, пишите нам на электронную почту. До встречи ровно через неделю на телеканале «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова